Начата процедура банкротства Бийского ТПП. На предприятии назначен временный управляющий, об этом сообщает Бийский рабочий. Отмечается, что инициатором дела о банкротстве управления стала налоговая служба из-за долга в 78 миллионов рублей. Суды ведутся уже больше года, в материалах дела говорится, что имущества должника достаточно для финансирования процедуры банкротства. Добавим, что наблюдение – это первая стадия банкротства юридического лица. На этом этапе проводится анализ текущего материального положения должника. Максимальная продолжительность составляет 7 месяцев. Затем суд принимает решение о целесообразности дальнейшего рассмотрения банкротства или прекращение дела в связи с возможностью оздоровления организации и погашения долгов. Также возможно подписание мирового соглашения. В Барнауле закрывают пять кладбищ для захоронений. Все они переполнены и находятся на территории городского округа. Распоряжение опубликовано на сайте администрации Барнаула. Закроют для захоронений кладбища, расположенные на Абаканское, Змейногорском тракте, в селах Ягодное и Власиха, поселке Новомихайловка. Житель Барнаула получил письмо из управления президента, в котором сказано, что Советский Союз никто не отменял. Московский комсомолец на Алтае рассказывает уникальную историю. В редакцию обратился читатель Олег Трушкин, который утверждал, что нынешний главный документ страны, датированный 93-м годом, существует лишь в проекте без подписи, а вот Конституцию СССР, напротив, никто не отменял, так же, как и не был упразднен Союз Советских Социалистических Республик. Олег Трушкин сделал запрос в управление президента и получил четкий ответ. Конституция 1977 года непосредственно никаким законодательным актом не отменялась, а государство СССР не упразднялось. В Денисовой пещере археологи нашли древний карандаш. Предположительно, он использовался в творческих целях. Как пишет комсомольская правда, на Алтае карандаш представляет собой кусочек красного железняка. Археологи называют находку уникальной, такое они встречают впервые. Его обнаружили в слое отложений, возраст которых оценивается от 45 до 50 тысяч лет и характеризует начало верхнего палеолита.